слава украине привет всем от полонского давайте к нашей любимой рубрике перейдем потери российско-фашистских войск в украине значит давайте сразу разберемся где что и как было и почем сразу скажу что потери были у них близкие к рекордным то есть 1100 контрпупленных чмобиков за один день я не говорю что это рекорд но это уже во-первых постоянно то есть вот в районе тысячи даже больше у кондропупленных то есть огромные потери и путин плевать он их тупо утилизировать ему нужно освободить территорию для дядюшки си он выполняет домашнюю работу поэтому тут ничего такого сверхъестественного нет для него вот эти все чмобики это просто расходный материал и нету да но дело не в этом нас интересует где какие были бои значит прежде всего под бахмутом расисты перешли в контратаку положили просто кучу своих вояк вот эту вот раскисшую землю контратака закончилась ничем хотя наши конечно очень тяжело там сдерживать чем характерные контратаки расистов значит просто постоянное давление группы идут по там 20 50 человек но постоянно одну группу одна группа убита по ее трупам бежит другая это следующее причем я говорю их абсолютно вот этих вот дебилов по-другому их назовешь которые идут в атаку их абсолютно не смущает тот факт судя по всему что они бегут по трупам тех чудиков которых они живыми видели еще полчаса назад и бегут по их трупам падают а по ним следующие бегут падают а по ним следующие то есть это такой знаете беспрерывный конвейер уничтожения мужского населения так называемой россии нам от этого не холодно не жарко как говорится что у них там меньше будет чем меньше будет тем лучше для нас но я не понимаю что у них в мозгах честно вот что должно быть в мозгах когда ты приезжаешь в чужую абсолютно страну чтобы сдохнуть чтобы сдохнуть гора сдохнуть с гарантией вот это я не по ним отказываюсь понимать не могу дальше где у нас еще там авдеевка тоже продолжаются их атаки ну где-то там метров сто двести прошли вчера они но опять это же по сравнению с потерями которые они там несут это ничего вот в луганской области более-менее статус-кво угледар тоже самое под запорожской области мы продвинулись тоже немного в районе вербового нельзя сказать что там я не знаю сколько а вот в херсонской области у расистов неприятности довольно крупная но пока наш генштаб молчит тоже буду молчать но вот скажу что одно скажу плацдарм мы стали намного больше больше ничего говорить нельзя вот но у расистов там чистая паника итак переходим теперь уже к количественным как говорится результатом вчерашнего дня 1100 чмобиков и не чмобикова вот это вот вся там шушера который нагнал путин сюда до вручил им ржавые старые автоматы и послал подохнуть в окопах значит 1100 отправили на концерт кобзона на палубу русского военного корабля который теперь подводная лодка крейсер москва помним да 311 тысяч 750 у контрапупленных с начала путинского вторжения ну так и много не мало чтобы понимать дальше 7 танков за вчерашний день 5349 всего ну и мало что там еще 32 бронемашины общее количество 10000 73 за 10000 зашкалило но много конечно да войну они начинали у них было 3200 что ли бронемашин сейчас уже поснимали с со всех хранений все что только можно атакуют на чем попало ну такое мы все это видим уже на видео ни разу ни два не три также 32 артиллерийские системы самоходные не самоходные было у путина как корово языком как говорится 7559 с начала российско-фашистского вторжения и две единицы рсзо ракетных систем залпового огня 881 штука с начала полномасштабного вторжения фашистской россии был уничтожен одно было уничтожено также одно средство по его 580 всего ну средства по его крайне тяжело им возобновлять это большие тяжелые вещи сложные самолеты вертолеты остались предыдущие значения 322 324 а вот беспилотники 12 штук за вчерашний день не припомню уже сколько среди них было шахеды было сбито 5632 и была сбита одна ракета х-59 1560 крылатых ракет всего также было у контрапуплена 19 единиц автотехники имеется ввиду грузовики и автоцистерны всего 9944 скоро будет 10000 до готовьте шампанское и 9 единиц спецтехники вот это очень важно это та дрянь которая нам сильно мешает различных не рыбы и так далее был я знаю разбит борис и глебск очередной у них не знаю сколько там у них всего но эти вещи возобновлять уже сложно на самом деле 10078 с начала войны каждый рэб это огромная махина очень сложная и чтобы ее сделать заново но это нужно время деньги настройки вот это все сейчас особенно в условиях санкции это все сложно делать видите сейчас эмираты им прикрывают с пересылками этих всех это электронику турцию перекрывают казахстан киргизстан путин путиноидом приходится выдумывать постоянно какие-то новые схемы с тем чтобы доставлять к себе компоненты как для своих ракет так и для своих рэбов выдумывают конечно да тут они воры воры знаете вот оно и когда она вор вор в душе да они постоянно выдумывают какие-то новые схемы но со скрипом это все получается и вот изготовление подобной техники берет время но это как говорится то чего у путина нет хотя в морозилке время тоже замораживается